Если бы она захотела найти, она бы нашла бы. Все бы пороги обижала, но нашла бы. Когда умерла моя сестра, двойняшка, и она временно отказалась, чтобы заняться похоронами, она говорила, что пришлось принять такое решение, поскольку она была одна с детьми, четверо детей было у нее. У меня ослеп полностью правый глаз, левый видит процентов, наверное, на 10. Надо было в три годика делать операцию. Если бы прооперировали, может быть, сохранилось бы зрение. Приехала, жить с ними стали. Я думала, что мать начнет прощения просить. Но получилось так, что никаких раскаяний. Я там была. Никто. Пустое место. Поехала я учиться в Локоламск. Там есть центр, где обучаются инвалиды по зрению. Он тоже приехал туда и стали общаться. Спустя год родился наш сын. Поскольку есть ограничения по зрению, это для меня было, конечно, волнительно, потому что первый ребенок, не знаешь, как к нему подойти, как его покормить правильно, как головку правильно поддержать. Когда я об этом узнала, конечно, я была в шоке. После этого я, конечно, от него ушла. Я стала искать съемное жилье. Не работала еще, и не было возможности покупать для себя. Самое главное – с ребенком стать на ноги. Поэтому думала больше о нем, чтобы у него все было. Это тяжело, конечно, воспитывать одной. Понимаю, что я не смогу стать ему отцом, но все же я стараюсь воспитывать его, чтобы в дальнейшем был достойным человеком. В плане развития, позаниматься с ним, что-то порисовать – в этом, да, сложности. Потому что, когда ты не видишь, что нужно сделать, ты начинаешь немножко расстраиваться. Мне подсказали, что есть такой, вон, второе дыхание, где можно получить одежду. Мы поехали туда и помогли мне. Они с пониманием относятся, они понимают, что я необычная девушка, стараются помочь. То есть хорошее отношение ко мне. Вот эта вот кофточка так понравилась, но она прям маленькая. Мне кажется, размер, да. Она вывозная. Вот майка есть. Майка? И джинсы с тобой еще померяем. А есть? Да. Вещи там все стиранные, ухоженные, в хорошем состоянии. У них, скорее всего, длина будет высоковато тебе? А, имейте в виду? Да, ну в смысле, что да, они тебе будут… А мне надо высокую менискулинку на посадку. Что они тебе будут длинными, но можно будет подкатать. Ты скажешь, например, мне нужно выбрать водолазку. Они начинают несколько вариантов тебе подкидывать. Я начинаю примерять и по ощущениям понимать, как-то, что сидит или не сидит на мне. Вот видишь, хотела водолазку, мы тебе подобрали. Да. Ну классно, хорошо сидит. Вять моей фею набираю в основном по ощущениям. Говорю, например, сколько ребенку лет, какое у него телосложение. Для мамочек это огромная помощь, когда если мамочка находится в трудной жизненной ситуации, и когда у нее нет финансовой поддержки, то это огромная помощь, конечно. Конечно.